Приложение Clubhouse набирает популярность среди пользователей русскоязычного сообщества. Соцсеть, в которой можно общаться со звездой и стать гостем любимого подкаста, доступна не каждому. О влиянии Clubhouse на современную журналистику и особенностях приложения расскажет наш корреспондент Ариадна Кугушева. Ажиотаж вокруг новой социальной сети заставил людей вставать в виртуальные очереди и даже покупать место. Чтобы попасть в приложение, нужно получить реферальную ссылку. Однако пока закрытость среды окупается качеством аудитории. Люди могут вступать в комнаты по интересам и обсуждать интересующие их темы. Многие и журналисты, и так называемые политологи, аналитики, они пребывают в неком шоке от Clubhouse. Это открывает дорогу к возрождению журналистики мнений. Ты дискутируешь вполне активно, предметно, на самую острую тему. Запись не остается, следов не остается. То есть тебя никто не будет преследовать из-за твоих каких-то... Это вот тот порыв души, который ты можешь излить в интерактивном режиме с узнаваемыми, понятными, известными тебе людьми. Безопасность и простота интерфейса площадки привлекла внимание многих деятелей искусства. Приложение можно запустить в фоновом режиме, прослушивая беседы во время работы по дому или в дороге. Режиссер и креативный продюсер Тимур Исмаев поделился, чем его заинтересовал Clubhouse. Там можно очень близко услышать из первых уст информацию, не знаю, у людей из стены кино. То есть там, допустим, был режиссер фильма «Китобой», который очень долго рассказывал про процесс создания фильма. Что это затягивает, постоянно чувствуешь страх потерять что-то важное информацию. И охота постоянно зайти, слушать, караулить. Чтобы вызвать интерес у зрителя, уже недостаточно просто транслировать мнение. Новый формат социальной сети задает тенденции, с которыми придется считаться даже информационным гигантам. Смотрите, что делает Соловьев со своими пользователями. Читает, если ему не нравится, ты тварь, ты негодяй, ты подлец. Все швыряет, бросает. Это интерактив? Нет. Если медиа сегодня не вернут интерактивы в свои форматы, они обречены проиграть, катастрофически проиграть на этом рынке, вот такого рода новым и новым возникающим соцсетям. Ариадна Кугушева, Ленардо Блитяров, Универньюз.